Иван, 2020 год был непростым, про это уже многие говорят, но однако он спровоцировал развитие по многим направлениям, как раз все, в общем-то, благодарят за эту пандемию. Если говорить про инновации последнего года, то какие из них Вы считаете наиболее перспективными? Знаете, с моей точки зрения, пандемия, она не спровоцировала развитие инноваций, она реально их ускорила. И все, что накапливалось в предыдущие года, просто вот как закись азота, да, за счет пандемии резко выстрелило. В предыдущие года накапливались решения, которые позволяют компаниям, а, быть более эффективными с точки зрения их P&L, и, б, выходить в новые сегменты, в новые ниши рынка. Соответственно, для оффлайн-ритейлеров онлайн стал такой дополнительной нишей. С точки зрения эффективности, это и система самообслуживания, и искусственный интеллект, который позволил на порядке лучше прогнозировать и улучшать процессы, повышать их эффективность. Это и различные логистические решения, которые повысили производительность, и решения внутри торгового зала, видеомониторинг. Это решения, которые позволяют работать с покупателем, мобильные технологии и присутствовать на разных этапах клиентского пути. И, в принципе, очень ярко видно то, что окружает, как бы, плеяда решений, которая окружает покупательский клиентский путь, делает его более быстрым, потому что во время пандемии покупатели хотели как можно меньше времени проводить в тех же торговых точках, делает его более безопасным, то есть снижает количество контактов. И вот это вот все в сумме, оно просто резко сжалось, резко ускорилось, резко обострилось, и то, что происходило бы три года, оно фактически произошло за год, не говоря уже о доставке и онлайн-каналах. Вот вы уже упомянули про реакцию покупателей, но, точнее сказать, про то, что они не хотели там долго находиться в магазине, а вот если так обрисовать, то какие решения покупателям заходят, скажем так, а какие, наоборот, не зашли, хотя для бизнеса, может быть, могли бы быть полезными? Ну, заходит, не заходит, это на самом деле вопрос времени, потому что мы все знаем кривую адаптации инноваций, и сначала очень долго идет накопительный эффект, а так называемые ранние, сначала ранние early adopters появляются, потом появляется раннее большинство, и потом начинается уже привыкание основного покупателя. Поэтому, если вы отмотаете там лет на 10 назад, то системы самообслуживания вообще были никому не интересны, это были какие-то проценты в покупательском трафике. Сейчас, например, в пятерочке и в перекрестке это порядка 30%, и покупатели понимают, что 4-5 минут, которые они экономят каждый день на стоянии в очередях, ну, или там раз, три раза в неделю, если умножить на количество посещений магазинов, это можно с ребенком книжку прочитать или еще что-то поделать дома. Поэтому вот этот тренд, он просто набирает обороты, и вот система решений самообслуживания сейчас, после того, как уже прошло время адаптации, они набрали очень серьезный момент. Сейчас начинает набирать своих поклонников возможность покупки с помощью мобильного телефона, когда ты сразу сканируешь, сразу оплачиваешь и уходишь. Конечно же, покупка и доставка домой нашли огромное количество своих сторонников, и во многих случаях покупатели просто были вынуждены переключиться, даже те, которые были не готовы переключаться. И вот я бы, именно если с точки зрения торгового зала, сконцентрировался в этой области. То, что не зашло покупателям, сложно сказать. Наверное, я бы больше выделял решения, которые находятся в бэк-офисе, и те процессы, которые не прикипели, не приросли. И вот с моей точки зрения, там одной из переоцененных технологий стал, например, блокчейн, который так по большому счету, ну, мне кажется, что в ритейле пока не прижился и не нашел своего места, потому что не показывает, не доказывает какую-то особенную экономическую эффективность. Вот сейчас очень многое заточено на персонализацию, и вот люди, как, по крайней мере, эксперты говорят, делятся на два таких больших лагеря. Одни, которые рады, что им напоминает там СМС или что-то еще, что у вас заканчивается стиральный порошок, там вот купите вот акция, а другие хотели бы, наоборот, о себе ничего лишнего не говорить, ну, потому что, не знаю, напуганы или в силу вообще вот этого давления такого информационного. Вот стоит ли убеждать покупателей, что это для их же блага, или это как-то вот должно время пройти, это само собой просто придет? Любое, скажем так, насилие над покупателем – это путь в никуда. И для того, чтобы быть ценным и полезным покупателю, нужно отвечать на его потребности, которые он либо осознает, либо нет. И вот если вы покупаете сейчас, например, в онлайне, для всех нас это уже стало, на самом деле, привычным и стандартным персональные предложения, да, вы покупаете, не знаю, там, кроссовки, соответственно, у вас автоматически там и для ухода за обувью что-то предлагается, вы покупаете какой-то свитер, вам автоматически джинсы предлагают, те, которые вы обычно покупаете, того самого фасона, которым вы обычно пользуетесь и так далее. И почему это происходит? Потому что прямо на этапе пользовательского клиентского пути, в момент выбора, в момент принятия решения ровно с теми инструментами, которым происходит покупка, то есть с мышкой, происходит и рекомендация. И эта рекомендация, она не через смс, не через пуш, вам не надо отвлекаться, вам не надо перестраиваться, она там, прямо на экране, в этом месте происходит. Поэтому я думаю, что персонализация в рителе, она увидит еще свой рассвет на следующих этапах, еще все впереди, потому что, когда вы будете покупать, например, с помощью мобильного телефона, прямо вот идете и выбираете памперсы, и система вам предлагает с хорошими условиями, например, присыпку, то это, естественно, нормально и очень удобно. Ты никуда не отвлекаешься, тебя не дергают смс и так далее. Или то же самое будет происходить, например, с умными тележками. Вот все, что касается смс, пушей, это кому-то удобно, вы правильно заметили, кому-то нет, но это находится до начала покупки в магазине. Вот, наверное, так. Ага, ну вот еще один такой аспект в том, что у вас очень большая география, и технологии, понятное дело, внедряются, наверное, как-то точечно или из центра в периферию, как это обычно бывает у всех. Вот, по-вашему, технологии из столицы в регион внедрять сложно, и нужно ли это делать? Или там рынок пока не готов, он, допустим, ну, скажем, три года меньше, чем, например, в столичной рынке? Ну, знаете, мы, когда технологию отрабатываем, мы всегда ее проверяем на разных географиях, потому что мало того, что разные покупательские пути будут быть, разные покупательские поведения, разные потребности у покупателей, также могут быть разные экономические условия, потому что в каких технологиях важны логистические плечи, в каких-то технологиях важны процессы, и они могут от региона к региону отключаться. Соответственно, мы проверяем, стараемся сразу в различных регионах пилотировать решения. Это, конечно же, Москва или Санкт-Петербург, как представители просто плотного кластера, географии высокой плотности. Это обязательно либо Урал, либо Центральный пояс, и в каких-то случаях из-за Урала обязательно, потому что ты не можешь масштабировать то, что ты не знаешь, как ведет себя в других условиях. Поэтому, поняв и собрав все вот эти условия, они, я вас уверяю, очень сильно отличаются регулярно, вот в разных проектах видно. Какие-то решения системные, стандартные, они повторяемы и справедливы вообще везде. Отличается только метод тиражирования, который имеет, кстати, тоже большое значение для раскатки технологий. А какие-то условия, они отличаются, поэтому при раскатке или при внедрении в каких-то магазинах нужно обязательно это учитывать. А вот если в целом говорить про инновациях, то как они сейчас влияют на прибыль компаний? То есть это вот технологии, это конкурентные преимущества в наше время или все-таки не в них соль основная? Инновации это очень, на самом деле, практичная, очень простая приземленная вещь. Вокруг нее создался такой определенный хайп, достаточно много происходит в пиар-плоскости. Давайте возьмем электрические грузовики. Классная штука, классная, позволяет экономить топливо, позволяет. Запас хода какой? Этот запас хода этому грузовику не позволит быть еще очень долго экономически эффективным. Либо где мы его будем заряжать, когда он будет доставлять по ходу доставки товаров в магазин, чтобы продлить запас хода? Сколько денег нужно, чтобы зарядную платформу или станцию, пока грузовик разряжается, разгружается, подвести к точке разгрузки и подзарядить его, чтобы увеличить этот запас хода? И когда ты все это считаешь, ты понимаешь, что вот эта технология не полетит. А есть, например, решение прекрасное, когда ты понимаешь, что с помощью этого решения, с помощью этой системы прогнозирования, да, либо с помощью этой технологии самообслуживания, ты можешь решать две проблемы. Первое – это повышать производительность свою, собственно, и второе – делать удобно клиенту, хорошо, когда он видит свой любимый товар на полке, чаще, быстрее, да, когда он не должен стоять в очередях. И это имеет прямое влияние на P&L. И это влияние ты можешь реинвестировать в цены, а реинвестируя в цены, ты можешь привлечь больше покупателей, потому что на рынке цена остается еще, наверное, с моей точки зрения, будет достаточно долго оставаться одним из ключевых драйверов для покупателя. И мы на рынке этим начали заниматься немножко раньше, наверное, года на три наших ближайших конкурентов. И сначала мы увидели, что такой подход, он учит скорости, гибкости, методологии эксперимента и позволяет проверять и пользоваться этими решениями раньше, чем остальные. Потом ты начинаешь это масштабировать, потом ты видишь эти эффекты и ты реинвестируешь в своего же покупателя. И вот если собрать сумму этих решений, кумулятивный эффект, у нас через воронку прошло уже, наверное, больше двух с половиной тысяч различных решений. Мы провели, по-моему, больше 180 различных пилотов, а то и больше. И 35 решений из воронки у нас уже внедрены и внедрены в масштабе. И вот этот кумулятивный эффект за годы, он, собственно, и формирует вот такое конкурентное преимущество, которое ты потом отдаешь своему покупателю. Вот все-таки, вы сказали, грузовик, да, то есть это такая хайповая штука, которая точно привлечет внимание. Да. Вот все-таки технологии, это про привлечение внимания или, наоборот, про незаметность, чтобы просто было тебе удобнее, ты не понимал, как это работает, просто тебе стало вдруг хорошо или лучше, чем было раньше? В реальности маленькая революция, она проходит тихо и она проходит изнутри. И вот решения с привлечением внимания, они вот как бы больше фокусируются именно на хайпе, да, а то, что происходит внутри, оно как бы тихо, незаметно масштабируется, увеличивается. Вот те же самые, возьмем то же самое самообслуживание, оно сейчас у нас, по-моему, 8 тысяч терминалов уже доступно. И вот просто для примера, лет пять назад в Россию импортировалось всего тысяча штук. Да, мы за год поставили почти 7 тысяч установок сделали. Поэтому вот реально изменение покупательского пути, изменение технологическое, оно скорее проходит незаметно, нежели чем с помпой. И вот все-таки еще раз, если резюмировать, вот ваш личный такой топ технологий, которые обеспечили ритейлу Рос в последнее время, что вы могли бы выделить, что вот точно прям дало какой-то прорыв? Я, к сожалению, вот одного решения не выделю, потому что это, вот как я уже говорил, кумулятивный эффект. Это, конечно, система самообслуживания, это, конечно же, мобильные решения, мобильные телефоны, приложения. Это, конечно же, все, что связано с искусственным интеллектом, и он проникает во многие части ритейла, он проникает в маркетинг, он проникает в управление персоналом, в планирование, он проникает в логистику. Логистику, ну, фактически в огромное количество процессов. Я бы, наверное, выделил еще в том числе программных роботов. Я бы выделил технологии решения для автоматизации логистики. Это роботы, которые возят палеты, это системы, которые позволяют отправлять и направлять посылки, комплектовать. Я бы обязательно выделил онлайн, конечно же, потому что произошла такая маленькая революция, когда мы из early majority, назовем так, с точки зрения адаптации онлайн-покупок, мы перешли фактически на эту кривую роста большинства покупателей. Наверное, так. Спасибо за то, что вы нашли время к нам прийти. Спасибо.